Я сломен Бог нам, всегда на небесной и вовеки и веков. Открытие памятника святителю Спиридону Тремифунскому началось с молебна в храме, носящем его имя. Затем митрополит Самарский Новокуйбышевский Сергий осветил скульптуру святого. По словам прихожан, они долго ждали этого события с того дня, как был заложен первый камень в строительство этого храма в честь Спиридона Тремифунского. Теперь они ждут чудес от этого святого. Я уверена, что у меня поменяется в жизни многое. Я ходила в этот храм несколько лет, молилась нашему Спиридонушке, и у меня действительно качество моей жизни улучшилось. И я сейчас специально приехала сюда, чтобы снова помолиться отцу Спиридону, потому что у меня сейчас такие обстоятельства сложились, что мне нужна его помощь. Это чудотворец. Молитва его доходит до Бога однозначно. Поэтому постоянно в молитвах мы к нему обращаемся. И рады, что вот такой памятник у нас теперь в Самаре появился. По мнению митрополита Сергия, появление памятника святому в Самаре – это показатель культурного и духовного развития горожан. Глубинное осознание себя как личности, как народа происходит на основе православной. И вся великая культура произрастает через это знаковое событие, событие нашего восприятия православной веры. И слава Богу, что сегодня мы это стали понимать, дает ответы на многие вопросы, которые ты ставишь в своей жизни. Деньги на памятник святому собирали 15 лет, когда началось строительство храма. И вот в день памяти Спиридона Тремифунского его удалось открыть. Теперь в храме прихожан будет больше, рассчитывает настоятель Иоанн Мохов. Я надеюсь, что те, кто будет мимо проходить, они мимо, уже святитель Спиридона не пройдут и уже зайдут в храм после этого. Образ получился, на мой взгляд, ну так сказать, если по-простому очень красивый, душевный, искренний. Сами скульпторы, те, кто трудились над ним, они сказали, что под нашими руками появилось очень весело, такое доброе, улыбающееся лицо святого. Изготовил скульптуру Алексей Чубаненко, житель Краснодарского края. На создание памятника ушло меньше полугода. В будущем возникнет целая композиция. Святого окружат фигурки овец, так как в жизни он был пастухом. А навстречу ему будут идти дети, как символ того, что и сегодня к нему не зарастает народная тропа. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.